Здравствуйте, с Вами обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. Сегодня к нам на обзор впервые попала метеостанция, отличающаяся от многих моделей своего ряда и ценовой категории наличием контрастного цветного экрана. Давайте изучим подробнее один из таких приборов на примере модели Гэллери от компании ТФА. Красивая упаковка в традиционно желтых и синих тонах скрывает от нас надежно упакованный предмет нашего обзора, а с тынной стороны коробочки отображены его характеристики. В комплект поставки входят сам базовый блок, радиодатчик температуры и влажности с клипсой крепления, а также блок питания от бытовой электросети. Метеостанция питается от батарей типа 3A, которые в комплекте не предусмотрены. Корпус выносного датчика выполнен из прочного серого пластика и оснащен клипсой-защелкой. Клипса имеет подставку для установки на горизонтальную поверхность, а также проушину для крепления на стену. Дальность действия датчика составляет 40 метров в прямой видимости. Батарейный отсек датчика не имеет уплотнительной резинки для защиты от прямого попадания воды. Заметим, что кроме батареи здесь находится переключатель каналов, а также кнопки предундительной передачи данных и переключения единиц измерения температуры, что мы и видим с вами на экране. Базовый блок в форм-факторе квадрата выполнен из черной пластмассы и может устанавливаться на горизонтальной поверхности. Также на корпусе имеется проушина для крепления его на стену. Спереди корпуса расположен большой цветной экран, снабженный постоянной подсветкой. Большой цветной экран метеостанции разделен на пять частей, четыре вверху и одна внизу. Самая большая нижняя часть несет нам информацию о времени фазах Луны, календаре, а также двух будильниках. В поле прогноза погоды вы можете найти тенденции ее изменения в виде семи символьных индикаторов от ясного неба и до сильных осадков в виде дождя и снега. Ниже поля прогноза погоды вы найдете информацию о текущем относительно атмосферном давлении, а также гистограмму его изменения за минувшие двенадцать часов. В верхней половине правой части экрана мы с вами видим измеренные наружную температуру и влажность одним из трех возможных датчиков. Также здесь указывается номер канала измерения и тенденции изменений этих параметров. В нижней половине правой секции содержится информация полностью аналогичная верхней секции, но только для температуры и влажности измеренных внутри помещения. Диапазон измерения влажности от двадцати до девяносто девяти процентов. Диапазон измерения температуры составляет наружной от минус двадцати пяти до плюс пятидесяти, а внутренний от минус десяти до плюс пятидесяти градусов Цельсия с точностью одна десятая градуса и один процент. Станция фиксирует минимальные и максимальные значения температуры, влажности, давления с регистрацией их времени и даты. С помощью кнопки MIN-MAX можно посмотреть все эти данные. Сзади корпуса базового блока находятся десять кнопок управления вместе с батарейным отсеком и выключателем питания, а также разъем подключения сетевого адаптера на двести двадцать вольт. К минусам станции следует отнести малые углы обзора экрана, а также трудности установки в спальном помещении в связи с постоянной подсветкой. Базовый блок станции потребует для работы три элемента AA вместо принятых двух, хотя это компенсируется сетевым блоком питания. С вами был обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине. Субтитры создавал DimaTorzok